Оркестр Хакасских народных инструментов За 20 лет выросло целое поколение, у которого национальные инструменты – хомос, чатхан, их и хоборах – стали неотъемлемой частью его жизни. Сейчас в городских и сельских школах искусств нашей республики в отделениях народных инструментов обучается около 140 детей. У них есть возможность продолжить обучение в музыкальном колледже города Абакана. Основу этого оркестра составляют его выпускники. Хотя они работают в других городах и селах, но находят время и возможность приезжать на репетиции. Как мастер по изготовлению музыкальных инструментов, в основном хомосов, я очень переживаю, как они звучат в оркестре. Мындық нандырғылық кереке, аны өні кейліс жебе, чоқпа. Арса пеленимені түзудерге алай ба алыстырырғы керек. Мінің өні кейліс жебе, чоқпай. Мінің өні кейліс жебе, чоқпай. Мінің өні кейліс жебе, чоқпай. Мінің өні кейлің өні кейліс жәкені. Дух мой от неба, волосы от трав, мысли от ветра, глаза, лучи солнца. Это небесный создатель, Герки Чаян, сотворив этот мир, вдохнул душу в каждое свое творение. В сознании нашего народа не только живое имеет душу, но по воле создателя и горы, реки, тайга, все, что вокруг нас. И человек всегда хотел жить в согласии с окружающим миром. В природе одухотворено все, даже у блудливого ветра есть своя песня, своя музыка. Для изготовления нового инструмента не каждое дерево подходит. Чтобы найти подходящее, иногда приходится много гор обойти и много рек перейти. И обязательно надо попросить разрешения у хозяина тайги, рассказать ему о своих планах. Дерево надо срубить ранее весной, когда еще земные соки не заполнили его поры и не начали набухать почки. Или же поздней осенью, когда листья уже опали. Это обласканное лучами солнца, закаленное вихрями и ветрами дерево, бывает в местах каменистых, куда не доносятся шум реки. Это дерево должно быть дождем омыто, ветрами исхлестано, морозами задублено. В народе говорят, нет мужчины, который вырос только в радости. Человек, повидавший много бед и горя, крепче стоит на земле. И дерево так же. Чатхан или хомес из такого дерева обладает голосом звонким и богатым. Дерево – существо живое. Будешь с ним обращаться с любовью. Оно ответит тебе взаимностью и обязательно запоет. Чтобы изготовить чатхан или хомес, мастеру требуется год или полтора года. Древесина должна высохнуть сама. Человеку нельзя искусственно ускорять этот процесс. А когда мастер почувствует, что материал готов, он начинает работать. Я никогда не думал, что буду делать наши национальные инструменты. И во сне не снилось, что в этом найду свое призвание. После армии учился в Косноярском политехническом институте. Но так сложилась жизнь, что пришлось вернуться в Абакан. Стал работать на стройке. Однажды встретил одноклассницу. Она выступала в ансамбле Жарки. Уговорила меня ходить вместе с ней. Вот тогда я впервые увидел хакасские музыкальные инструменты. Но все они были старые, с трещинами, поэтому звуки издавали слабые и дребезжащие. Тогда я подумал, неужели нельзя их обновить или же сделать новые? Занимается ли этим кто-нибудь? Так я познакомился с Сергеем Черковым. Он тогда пробовал свои силы в изготовлении этих инструментов. Мне очень понравилась эта работа. Но сомневался, хватит ли у меня силы, мастерства. Так, помаленьку, с робостью, начал делать инструменты. И тут я понял, мало уметь держать нож и топор. Надо знать историю происхождения этих инструментов. Начал заниматься исследованием. Эта работа так увлекла меня, что я лишился сна и покоя. Было интересно узнавать каждый день что-то новое. В начале была тишина. Потом в этой тишине, пульсируя, родилась мысль. И после мысль эта грохотом взорвалась. Когда снова наступила тишина, во Вселенной образовалась большая вода. С течением времени эта вода вобралась в один гигантский котел. И там она взбалтывалась большим ковшом. То там, то тут, отцеживаясь, звезды рождались. Сотворив свое дело, большой ковш вверх поднялся, роняя капли воды. Из первых четырех капель образовались невидимые глазу вещества. Из пятой и шестой – более крупные. Из седьмой – камни и травы. Из восьмой – животный мир. Из девятой – появился человек. Святой Творец всем им вдохнул душу. У нас каждое богатырское сказание начинается с повествования о том, как создавался мир. Кир, кайки бүткенның арбасылшы. Кир, кайки бүткенның арбасылшы. Кир, кайки бүткенның арбасылшы. Когда был великий хаос, когда не было гармонии, когда жизнь и смерть едины были, пустил святой Творец утку на воду. Металась утка, не находя места для гнезда, и опустилась она на дно. Схватила клювом что-то и на свет это вытащила. И с этого образовалась суша. Кир, кайки бүткенның арбасылшы. Про утку легенды есть не только у нашего народа, но и у северных народностей. И в русском фольклоре. А большой ковш святой Творец передал человеку. Проголодаешься, будет он тебе ложкой. Горе и радость обнимут тебя. Будет он тебе утешением. И стал этот ковш у нашего народа хомосом. По своему строению хомос похож на летящую птицу. Он имеет голову, длинную шею, грудь, хвост. У многих народов есть инструменты, подобные хомосу. И количество струн одинаково. Две или три. Много интересного узнаю я от людей старшего поколения. В моей коллекции есть инструмент неизвестного мастера. Также неизвестно, кто на нем играл. Сделан он из цельного дерева, обтянут кожей. Струны из конского волоса. Теперь такой хомос ни у кого не встретишь. В 1937-1938 годах в жернова политических репрессий попали и народные сказители. Кто играл на Четхане или хомосе, всех объявили националистами. Так же, как и шаманов. Никто не решался держать инструмент дома. Уносили в лес и вешали на березу. И никто их не трогал. Так и висели они, пока не сгниют и не упадут сами. Вот такие времена были. Мы хотели бы сделать такой же хомос. Как хорошо, что сохранился этот инструмент. У него должен быть очень хороший звук. Он ничем не будет уступать современным. Даже в огромных залах его будет прекрасно слышно. Очень хорошее дело вы затеяли. Продолжайте музыкальные традиции нашего народа. Каждый инструмент похож на живой предмет. Когда я берусь за работу, теряю покой, даже поесть забываю. Он как будто не отпускает меня, пока не закончу начатое дело. Он забирает все силы. Больше 20 лет я делаю инструменты. За это время чего только не было в моей жизни. И радость, и огорчение. Даже сомнения. Тем ли делом я занимаюсь. И нужна ли людям вообще моя работа. В такие дни я ухожу на рыбалку. Будет или не будет сегодня удачи, но время, проведенное на природе, дает мне новую силу, новое дыхание. Однажды я шел по берегу и обратил внимание на очень интересный камень. Поднял его, рассмотрел. На нем были непростые линии. На камне был изображен хомос. Странный рисунок. Такого я никогда не видел. И вдруг меня осенило. Ведь это знак. В тот день я получил ответы на многие вопросы. Но самый главный ответ. Я должен делать инструменты. Каждый мастер делает инструменты не для музея, не для выставки. Они должны приносить пользу людям. Должны поднимать дух народа. Чувствуешь глубокое удовлетворение, когда сделанный твоими руками инструмент попадет в руки настоящего певца Хайджи или профессионального исполнителя. Как долго играешь на этом хомосе? Четыре года. Как натягиваются струны? За четыре года колки стали хуже держать. Скоро надо будет поменять. У нового инструмента обычно звук бывает слабым. А как быстро окреп звук набрал силу? Через год. Звук окреп, и хомосе играл. Громко и в полную силу. Много лет занимаюсь этим делом, но вопросы никогда не кончаются. Находить на них ответы стало смыслом всей моей жизни. Однажды я начал замечать, что у меня нет необходимых знаний, чтобы вести на равных беседы с творческими людьми. Нет специального образования, нет даже музыкальной грамотности. Погоды летят, уже скоро будет 40. Решил поступать в Институт искусств Хакасского государственного университета. Через пять лет закончил его. Годы учебы открыли мне глаза на очень многое. Даже к любимому делу начал относиться по-иному. У меня никогда не было мысли вести счет своим инструментом. А недавно попробовал посчитать. В год я делаю около 30 хомосов. За 23 года получается примерно 600. И где они теперь? Самое большее, конечно, в Хакасии. На моих хомосах играют в республиках Тыва, Горный Алтай, Саха. Его звуки можно услышать в Японии, Турции, Финляндии, Голландии, Германии, Испании, в Америке и даже в Боливии. Я счастлив тем, что нашел работу по душе. То время, которое уходит на изготовление хомоса, я проживаю, как во сне. Теперь у моего хомоса своя жизнь. Его главное предназначение – радовать людей мелодиями древней хакасской земли, исполнять новые задорные песни, поднимать народ на новые свершения. Каждая мать, благословляя сына, говорит, «Пусть под твоими ногами всегда будет опора тверда». Так и я, провожая свой хомос в самостоятельную жизнь, говорю, «Пой мой хомос голосом звонким и богатым. В тебе – душа моего народа». Когули хомосом, хара пастық чоуныма, Унның өттік хос база пай болсын. Субтитры создавал DimaTorzok